Итак, это анализ рынка. Сегодня у нас с вами 13 августа 2024 года, время 6 часов 23 минуты по Москве. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в минусе. По инвесу Мосбиржа вчера мы закрылись на уровне 2855 пунктов, попутно отрабатывая свечной шип. Первый, подчеркиваю, свечной шип на уровне 2825 пунктов, второй шип находится на уровне 2805 пунктов. Соответственно, торгуемся в диапазоне боковика 2800-2900, то, о чем я вам говорил еще на недельном обзоре рынка. Честно говоря, волатильности я не ожидал на этой неделе большой и не жду. Будем торговаться дальше в боковике. Соответственно, ситуация с тремя областями обостряется. Я читаю сводки федеральных СМИ, читаю сводки всех этих новостных изданий, изречения губернаторов и, соответственно, ситуация обостряется. Но рынок со ситуацией на этой трероссийской области, приграниченной с восточноевропейским государством, не видит эти политические события в качестве угрозы обвалу падения рынку. Отнюдь. Вчера он вообще рос. В то время, когда был шквал негативных новостей, наш рынок рос. На комфакторе? В факторе шартистов. Все. Сейчас, на самом деле, большое количество новостей негативных выходит. И, как мы с вами знаем, рынок наш по недельному графику впадает в фазу перепродности. Я вам тоже на видеоролике повествую пару мыслей конкретно по тем бумагам, что я сейчас держу в своей лонговой позиции. Огледобывающие компании российские, которые постепенненько растут. Ну и, собственно говоря, форс-мажора, как такового, рынок пока воочию не наблюдает. А если он его не наблюдает, значит, потенциального форс-мажора пока и нету в помине. Вот. В общем и целом, будем сегодня локально откататься в район 2,840 пунктов, 2,835 пунктов. С дальнейшим движением вверх в район 2,865, 2,870. Господа, важно обращение. Я все больше и больше вижу изречения с вашей стороны о том, что YouTube на территории Российской Федерации вообще без VPN не работает. То есть провайдеры его глушат. И сама страница YouTube, и уж тем более видеоролики, не открываются. Господа, еще раз смотрите. Я вас загоняю откровенно в наши другие ресурсы текстовые, которые мы развиваем последние 5, 8 лет публично. Я удивился от того, что вчера некоторые узнают, что у нас есть Яндекс.Зен в контакт-группу. Это вообще меня вчера уморило, если честно. Но не суть. Господа, в первую очередь подпишитесь обязательно на наш телеграм-канал про рынок акций, про сырьевой рынок, про облигации, про банк-сектор. Именно с телеграм-каналов наших, в первую очередь с канала про рынок акций, перераспределять информацию во Вконтакт-группу и в Яндекс.Зен. Также видеоролики по рынку я публикую на Ютубе в контакт-группе Яндекс.Зен. Вот, например, видите, видеоролик про недельный обзор рынка, гигантский обзор рынка. На Вконтакте он набрал 16 тысяч просмотров. Или вот гигантский обзор рынка в Яндекс.Зен. Он набрал уже полторы тысячи просмотров. То есть я веду к тому, что сейчас идет медиадиверсификация с нашей стороны по отношению к медиаисточникам. Потому что Ютуб все-таки решили поиметь. Об этом нас предупрежали последние два года. Собственно говоря, процесс этот и запустили. Поэтому, еще раз повторюсь, в первую очередь подписывайтесь на наш телеграм-канал про рынок акций. И от него перераспределяется информация в Ютуб-канал, биржевик-канал о рынке акций. В Вконтакт-группу, биржевик-инвестиция-акция-облигация. И в Яндекс.Зен, биржевик-канал о рынке акций. Также я попутно создал уже Рутуб-канал, который вам презентую чуть попозже. Далее, я бы хотел озвучить пару мыслей по отношению к вчерашней умопомрачительной, форт-мажорной, пожалуй, идиотичной новости. Смотрите, совет директоров Ашинского медзавода рекомендовал дивиденды в размере 77 рублей на акцию по итогам первого полугодия 2024 года изданной распределенной прибыли прошлых лет. Соответственно, получилось на выходе 68% годовых, мать его. Офигеть можно, господа? Да, можно. Почему? Потому что компания ни разу дивиденды не выплачивала. Это первое. Но, второй важный момент. Вчера мне писали, мол, Михалыч, надо было ланговать Ашинский медзавод. Михалыч, бумага растет на 20% Михалычу. Ну что ты, блин, говно лангуешь? Надо было в Ашинский медзавод залезать. Ай. Да. Сейчас вам покажу одну новость. Во-первых, начнем с того, что Ашинский медзавод ходит под угрозой делистинга уже последние полтора года. Это, во-первых. То есть, эта компания в один момент времени с биржи уйдет. Это первый момент. Второй момент, чтобы вы понимали. Раз компания решила одобрить такие дивиденды, значит, топ-менеджерам выгодно ее разогнать в капитализацию, во-первых. Во-вторых, выгодно об толпу хомяча выйти. То есть, пока эта толпа баранов будет покупать эту бумагу же в свете этой пропаганды дивидендов, крупный капитал будет из него выходить. Все. То есть, дивиденды одобрили для того, чтобы бумагу разогнать в своей стоимости. И, соответственно, разогнав ее в стоимости, крупные деньги с этой позиции выходят, с этой компанией выходят. Там, может быть, топ-менеджеры выходят, там, может быть, какие-то крупные управляющие активы выходят, неважно в том. Я вам просто говорю к чему. К тому, что не надо подобляться этой тупой толпе, которая сейчас покупает эту тупую акцию. Еще раз, там риск чего-то делистинга есть. Это, во-первых. А, во-вторых, это классика жанра. Разгон бумаги на двенях – это классика жанра. Если компания ни разу дивы не платила до этого, и как говно в проруби торговалась, никому не интересная бумажка, то, соответственно, чего бы, блин, вдруг ей в дальнейшем дивы платить? Тем более, дивы они выплатили из каких денег? Из нераспределенных прибыли за предыдущий год. То есть, у них прибыли сейчас толком нету. Понимаете? Вот о чем речь. Я почему так скрупулезно говорю на эту тему? Потому что вчера просто мне заштурмовали личку с этим сообщением. Он был наградим Ашинский медзавод. Он был его покупать. Народ, вы не так думаете. Вы сейчас, если будете такой мусор покупать, акция третьего ушла на рынке, вы потом деньги все потеряете. Поэтому я не то, что лезть в эту бумагу не буду, я даже смотреть в ее адрес не собираюсь. Далее, господа, не менее важна новость, которая влияет на компанию телекома. Смотрите. По словам президента Ростелесетей Олега Грищенко, около сотни операторов, пожалуйста, насильные и неравномерные замедления работы YouTube, поисковая система Google и ее сервисов. Пользователи винят провайдеров в проблемах с сервисами Google через домашнюю сеть и разорвают с ними договор, рассказал он. Цитата. Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб. То есть, тысячи будут десятками тысяч, десятки тысячи будут сотнями тысяч. Уточнил Грищенко. Понятая проблема в том, что не компания телекома виновата в замедлении работы YouTube как следствие его полном снижении трафика. Активность нет. Это уже кое-кто повыше вопрос такие регулируют и решают. Я все веду к чему? К тому, что да, конечно, я не поддерживаю блокировку YouTube, замедление трафика, так как YouTube это в первую очередь не какая-то политическая платформа, а в первую очередь платформа развлекательная и образовательная. Я даже могу больно привести, да, когда я еще был юнцом, когда только еще в России YouTube начал появляться. Я еще в то время на YouTube смотрел образовательные видеоролики, как поведать банально-машинное масло. Или как там какие-то бытовые вопросы решать, там, как там сантехнику поменять. Да. Я в то время так это все смотрел визуально. Просто читаешь это одно, да, это одно, а смотришь это уже другое, то есть глаза не запоминают кадр. Вот, и, соответственно, я никакую политику в YouTube не смотрел никогда, и не смотрю, да и мне пофиг на эту политику, и, честно. Поэтому блокировать YouTube на территории Российской Федерации, это, мне кажется, немножко опрометчивое решение, так как все-таки народ рассматривает YouTube, первое, как платформу развлекательную и образовательную. С другой стороны, многие полагают наивно, что Routube, Яндекс.Зен там и ВКонтакте могут YouTube заменить. Ни черта подобного. Проблема вся в том, что в этих трех ресурсах, которые я сейчас озвучил, нет той информации, которая годами заливалась на YouTube. YouTube, обучающий, развлекательный виде, вот все вот это. Поэтому, чтобы они стали альтернативой, нужно время, нужны годы. А если эти годы, вопрос хороший. Поэтому сейчас смотрю, многие блогеры, многие публичные лица осуждают блокировку YouTube на территорию России. Послушайте, что это выглядит. В любом случае, я говорю вам по своей публичной позиции, я против этого. Это не обоснованно никак, ничем. И проблема вся в том, что раз сейчас клиенты разрывают договоры с компаниями телекомами, МТС, ВИОН, то есть Билайн, Ростелеком, это скажет потом их выручки. То есть решение кое-кого выше компании телекомов скажется на выручке телекомов. Это большая проблема. То есть сейчас ввиду к тому, что, говорю вам ранее, я не лезу в компанию телеком и лезть не собираюсь. То есть вы спрашиваете, МТС где покупать, там Билайн где покупать, Ростелеком, господа, я не собираюсь это все покупать в свете текущих событий, потому что текущие события, они негативно влияют на выручку, а выручка влияет на капитализацию компании негативно. Поэтому в данный момент я вам рекомендую так или иначе учитывать. Риски есть. Далее немаловажное событие, в первую очередь, с нашего телеграм-канала, который я веду, биржевые акции 7166 подписчиков. Я еще раз напомню, где он находится. Вот, в YouTube-канале, в описании под каждым видеороликом, первый пункт телеграм-канала, пункт про уровень акций, рекомендую к подписке. Также во ВКонтакт-группе, под каждым видеороликом, в описании, первый пункт телеграм-канала про уровень акций, также рекомендую к подписке, наш телеграм-канал. Так вот, пару мыслей поражания рынка в адрес ключевой ставки от Центрального банка США, ФРС. Смотрите, вот вам полное изречение о том, о чем я вам говорю последний год, что в осенью текущего года ФРС в идеале нужно снижать ключевую ставку. Говорю об этом, по сути, последние 8 месяцев. И о жаре рынка какие? О том, что ФРС снижает ключевую ставку уже в сентябре, до 5% годовых. Далее, ноябрь 54-75% годовых. Далее, декабрь 4-25-4-50% годовых. Январь 4% годовых. Затем, март 25-го года 3-75. Апрель 25-го 3-75. Июнь 25-го 3-50. Июль 25-го 3-25. Сентябрь 25-го, так же пока 3-25. О чем это говорит? О том, что ситуация в американской экономике, она фактически ухудшается. Почему ФРС вообще снижает ключевую ставку? Чтобы реанимировать американскую экономику путем удешевления денег. Соответственно, они сейчас будут снижать ключевую ставку, сворачивать программу QT, количественного ужесточения. То есть, они не будут прессовать рынок и не будут снижать поток денежной массы. То бишь, наоборот, M2 денежная масса, она будет только расти в американском рынке. По мере снижения ключевой ставки, будет падение индекса доллара, снижение также доходности по трежерис и, как следствие, импульс для роста сырьевых рынков. Да и вон, в принципе, на золото посмотрите сейчас. Опять это, что мы это в уровне 2 500. Соответственно, нашими с вами ожиданиями. Либо нет, который сейчас идет на 82, которая почти пришла на этот уровень. То есть, действия ФРС сейчас будут постепенно разгонять рынок сырья. Но, в принципе, нашего рынка акций российского даже позитив, потому что мы сырьевая держа, мы зависим от внешней цены сырьевых товаров. По большому счету, это сыграло бы нам на руку. Поэтому рынок сейчас ждет снижение ключевой ставки ФРС, начиная с сентября. Ну и, собственно говоря, думаю, этот процесс будет запущен в ближайший месяц. Как говорится, многие наивно полагали, что ФРС раком поставит весь рынок. Но нет, господа, всегда было так, что именно рынок ставит раком ФРС. То есть, рынок можно вести в заблуждение своей риторикой, но рынок нельзя обмануть. Далее. Индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ. Ситуация в следующем. Вчера было закрытие ММВБ в районе 2.858 даже пунктов. Не 55, а 58 пунктов. Смотреть, в чем прикол. Дневной график, да? Ну, сейчас принято полагать, что ситуация на трех областях российских якобы должна повлиять на рынок в пользу обвала. Знаете, рынок как-то по-другому думает на этот счет. Очень по-другому. RGB растет, приток денег в облигации идет, приток денег в рынок, как видите, тоже идет. Сегодня я желаю такой небольшой ценовой откат. ММВБ там в районе 2.840, 2.840, 2.835 пунктов. Отнимать этот легкий рикошет. Потом проторгуемся здесь. Для конца недели, полагаю, в районе 2.800, 2.900. И будем выходить еще выше, в районе 2.500. Я честно скажу вам, ставку на рынок акций все равно делаю. У меня лонги в ОФЗ, лонги в акциях Российской Федерации открыты. И скажу вам так, если смотреть на недельный график, то до уровня ЕМА-9 и ЕМА-200 идти как минимум 150 пунктов. То бишь до уровня 3000-3050 пунктов. Поэтому, что могу сказать? Пожалуй, могу сказать то, что цели выше. Да, цели выше. И по дневному графику видно, что импульс падения затормаживается в этом диапазоне. Конвергенция набирает обороты. Объем на продажу уже сокращается с 27 мая по МС. То есть, конвергенция по МС. Я все думаю, что это дно рынка. И многие сейчас со мной спорят. Говорят, что вот Михалыч, посмотри на недельный график. Михалыч, иди проспись. Вот сейчас по Музбирже будет та картина, какая была вот здесь в 22 году. Какая была в 20-м году. Какая была в 20-м году. Какая была там в 16-м году. Какая была, блядь, в 11-м году. В 8-м году. Ой, Господи. Ну, раз вы верите в эти сценарии, значит, верьте. Я никому ничего доказывать не собираюсь, сразу говорю. Мне вообще плевать, какие решения по рынку принимает. Я вам просто говорю за свои действия, за то, что я сам делаю в рынке. Как говорится, я не папа, я не мама, я не брат, я не сват, я не гуру, я не ванга. Будущее не вижу, да. И тем более я не собираюсь кого-либо тут и наличность за руку ввести. Нет, отнюдь. Я за личную ответственность каждого участника рынка. Поэтому, да, конечно, нужно небольшой проторговки цены вблизи Яма-9. И потом будем вылетать еще выше, в районе там 3000-4050 пунктов. Вот. Значит, по позициям, которые я хотел вам осветить. Смотрите. Я, честно говоря, сейчас беру в лонге депрессованные акции из угледобывающего сектора. По дневному и по недельному графику, мать его. Смотрите. Распадоч. Распадская, то есть. Распадская. Вообще, я жду выхода. Вот после отработки паттерна головы и плечи, который он отработал, между прочим, в район Яма-200 и Яма-9. То есть 300 рублей. То есть изначально, да, когда я лонговал последний раз эту бумагу, это было в июле. То есть в июле текущего года. Ну, то бишь месяц там назад. Покупал по 200 рублей, продавал в районе 299, там 300 рублей. Охрененный был трейд. Вот здесь тоже покупал. Где-нибудь здесь буду продавать. 295, там 300 рублей. Ну, проще говоря, процентиков 10-15. Созелки я готов буду взять. Вот. Так что, по-распадской, жду ростом. Мечел. Ну, Мечел это Мечел. Я вам говорю, что покупать его на 350 рублей будет только тупой олигофрен. Хотя, тупой-то есть, олигофрения. Это значит, тугодум, значит, куда умный. Значит, интеллект ниже, не знаю, 50 пунктов. О чем это говорит? О том, что покупались только хомяки на дивергенции. Когда вас загоняли и говорю, что Мечел будет по 600. Не. Говорил я вам лично, что хрень собачья, Мечел будет ниже. Здесь я вам говорю обратную вещь. Что, ой, а посмотрите, недельный график. Мечел. РСА по 19 пунктов. О-о-о! Нижняя грань восходящего курнала. Ох ты, ёб твою мать. О-о-о. О-о, конвергенция по товару. Коварному каналу. Ой, мать твою. Чего я, о чем я вам повествую, господа? О том, что цели выше. Да, цели выше. И первая цель, это ЕМА-200, ЕМА-9. Диапазон 175-183. Вторая цель 200-210. В общем, я в позиции. В общем, я в позиции. Жду выше. Цели выше. Параспадский помечил. И, кстати говоря, пару мысловов, Сургут, Нефтегаз, Прев. Я, кстати говоря, по нему тоже публиковал еще заметочку торговую. Сейчас вам тоже покажу ее. Вот она, заметочка 30 июля 2024 года. Но я рассматривал Сургут, Нефтегаз с призмы недельного графика. Собственно говоря, ждал снижения на отработку шипа в район 45 рублей по Сургут, Нефтегаз, Прев. Ну, 44-45. И дальнейший выход на ЕМА-9 56-59 рублей, о чем повисал в этом посте. Собственно говоря, что у нас и по бумаге в процессе получается сейчас. Внимание. В полной мере отштурмовали свечный шип. 44-45. И теперь Сургут, Нефтегаз разворачивает на ЕМА-9 54-56 рублей. Я все к чему клоню, потому что реверсный вынос тут сейчас грядет в этой позиции, в этой бумаге. И, соответственно, кто из вас сейчас в ланге сидит, ваши цели выше. Да блин, по всему рынку цели выше. И даже по Сургут, Нефтегаз, там сраного тоже цели выше. Так что ЕМА-200 удержали по полной программе. Идем на ЕМА-100, ЕМА-9. Все. Возвращаемся к линии на Дарья и Ватсон. Вот этой линии пунктирной красной. Эх, господи. Вот говори, не говори публично про то, что никого фундаментально на роли не играет. Не играет роль макроэкономика и биржевые механизмы. И алгоритмичные механизмы в том числе. Не. Все равно толпа сидит, смотрит там на эти свои фундаментальные факторы PIE. PIE, PIE, RU, RU, E. Да всему рынку насрать на эти ваши PIE, PIE, RU, RU, E. И всю эту хрень, которая была активна еще при глобализме. Мы теперь уже все не глобализм. Мы теперь отдельная страна от глобализма. В наш рынок больше не идут никакие иностранные деньги. Все. Мы теперь отданы сами себе. И крупнокапиталы уже насрать на это фундаментальный фактор. Они теперь работают только по алгоритмам, по биржевым механизмам. И соответственно по тому, что там толпа говорит. Если толпа уже от обвала, а они ждут обвала по Сургутнефтегазу. Ну крупничок будет эту толпу в щель зажимать по полной программе. И выносить цену выше. Поэтому Сургутнефтегаз, Прев, Распадская, Мечел. Жду выше. Далее. Индекс РТС и фьючерс на РТС. Ну вот оно и происходит. Цена возвращается к уровню 1000. Я честно говоря РТС сейчас, вот в данном времени не торгую. Он пока мне не интересен. Интересен вот от уровня, ну где-нибудь диапазон там 980-985 на этой крупной реперной ценовой поддержке. Вот здесь и вот здесь и вот здесь. Короче, старей чурми нужно увидеть, чтобы в эту сделку, как говорим, потом от реверса войти. Но, грубо говоря, предзлангуешь по 180, с целью закрытия ГЭПа Ямай-9 1040. Так что локальный снизимся. Вот так вот. И потом выйдем вверх на Ямай-9 и закрытие ГЭПа выше стоящего уровня. В общем, торопиться пока смысле не вижу никакого, господа. Так что бежать перед паровозом нерезонно. Далее нас RGBI ОФЗ. Он перегрет в краткосрочном. Вот. Жду небольшого отката в районе Ямай-9 и 106 пунктов. И продолжение движения в районе 110 и 113. Это по дневному графику. По недельному графику та же самая херня. Ямай-9. Проторговываемся. И выходим вверх. Крупный капитал чего ждет? Ждет роста активов. Врублевых активов. Ждет сменный риторик центрального банка. По ключевой ставке. И раз сейчас RGBI растет, крупный капитал полагает, что ключевую ставку ЦБ крупно повышать больше не будет. Посмотрим, как будет по факту в любом случае. Но раз крупняк диктует позицию центрального банка, значит, сами понимаете, рынок можно вести заблужденный рынок нельзя обмануть. То есть, рынок делает ставку на то, что пик ключевой ставки уже мы сейчас проходим. Далее пара юань-рубль. Здесь картин у нас с вами следующим. Дневной график юань-рубль. Торгуемся в боковике. Нижняя грань 11,66. Верхняя грань 11,96. Импорт все еще в заднице. Поставки иностранной продукции особо не идут. Я вам тоже вчера со страховым компанией некоторыми общался и просто на интерес узнал общую ситуацию. Даже по каску ремонт увеличен. Жестко увеличен ремонт. По 4-5 месяцев. Замена деталей. Вот, что он говорит, ездишь там где-нибудь по МКАДу, да? В тебя какой-нибудь фраер, блядь, подрезает. Бампер нахер сносит. Ты тут бампер новый будешь ждать, я не знаю, полгода как минимум. И знаете, когда я помню 90-е годы, как 90-е было. Буржуазный народ покупал себе BMW, да, там, поколение нового на том момент времени. Вот, они ПАВ сняли, Москва, Петербург, все было заполнено этим BMW. Бумеры подначили появляться. Но, но, в чем прикол? Проебал ты свой BMW, там, бампер, крыло, или что-нибудь полетело в машине. Ты деталь год ждал. Год. Один, блин, год ты ждал эту сраную деталь. Вот то же самое сейчас у нас. Только с китайским автопромом. Вот, по факту, китайцам рынок России полностью отдала. Тут, что хотят, то китайцы вытворяют. Вот, поэтому я говорю, что с импортом проблемы остаются. Даже, посмотрите, это данное. Рофстата, Минфина, о чем он говорит, центральный банк, о чем он говорил. Импорт сокращен очень сильно. Это большая проблема. То есть, это влияет на ход валютных колебаний. Поэтому жду плана снижения юань-рубль в район 1160. Большого движения не жду в пользу роста. Рано еще, господа, рано. Чтобы вынести юань вверх, нужно выравнивать ситуацию с импортным регулированием. А пока импортно-регулированием как такового нету, импорт сокращается, соответственно, извините меня, о чем можно говорить? О каком росте юаня можно вообще толдычить? У меня о чем говорить. Далее нефть марки Brent. Здесь ситуация у нас с вами следующая. По нефти марки Brent отработали уровень 80 долларов за баррель, о чем я вам говорил еще в недельном обзоре, что цель 82. Говорил и в анализах рынка до предыдущения, что цель 82. Пришли, отработали. Куда теперь идем? Яма-9 80 и 79. Приходим, проторгуемся и потом выходим выше на Яма-200 в диапазону 84 долларов за баррель. То есть, откат сейчас будет, проторговка в виде там формации флаг и вынос дальше выше. Так что торгуемся пока при формации треугольника, отторговали нижнюю грань треугольника и посепенька будем расти дальше. В общем, такая правда жизнь. Но это нефть. Но не могу сказать подобно про природный газ. По природному газу ситуация следующая. Цена уже вышла в фазу перегреться. Это, во-первых. Во-вторых, цена пока в боковике. Что я жду? Падение. Я не знаю, честно говоря, почему некоторые из вас решили, что это разворот сновой. Я не вижу здесь действия крупного капитала к развороту. Его нету. Действия этих. Сейчас прием опять в район 1,87 и 1,80 в процессе. Поэтому торопиться лонговать этот инструмент, честно говоря, я не вижу никакого резона. Далее. Драгопром металлы. Золото. Отштурмовало уровень 2,475. Уровень, который мы с вами ожидали. Цена торгует пока еще в треугольнике. Я думаю, вы мои мысли помните. Жду золота по 2,600, 2,700, 3,000. Но посмотрим, когда там к турешке придет. Вот. И, соответственно, эти уровни вышедающие будут сегодня отрабатываться. Но это опять же горизонт года 2. Вот. Если говорить про сегодняшнюю сессию, то жду небольшого отката в район поддержки. Яма 9,2437 и дальнейшее восхождение цены вверх, так как индекс золота распространяет свой ценовой откат. И падать индекс баксов будет в район 101 пункта. Соответственно, золото, серебро будут расти также в район 28-29, серебро. Платина будет расти в район 970. Палладий будет расти в диапазон 970. Но, проще говоря, те мысли, что я вам озвучил в недельном обзоре рынка позавчера, они имея прежние. То есть, тут я вам ничего нового, наверное, не скажу на сей счет. Поэтому ситуация прежняя. Что касается золота рубля-силы рубля. Ситуация, в принципе, тоже прежняя. Золото рубль выходит на диапазон сопротивления 7,000, куда мы с вами ожидали выхода этой цены. По серебру рубля ждем возврат на 69-й уровень, на 10-й уровень. Так что, в принципе, цели выше по этим инструментам сохраняются. В общем и целом, резюмирую свою мысль. Честно говоря, надоело уже говорить по 200 раз, что мы на дне рынка находимся. Многие в это не верят. Да и ради бога, не верьте. Ваше право, ваше дело. Я лично позиции по рынку удерживаю лонговые, по акциям Российской Федерации, по облигациям тоже удерживаю. В этом году я уже сурбил 26% годовых на текущий момент, или на сегодняшний день. И в отчетности публика по портфелю в нашем YouTube-канале, ВКонтакте, Яндекс.Зен, Телеграм-канале. Короче, везде по всем нашим ресурсам. Вот. И, соответственно, вводу к уровню 30% годовых, а дальше посмотрю по ситуации. В целом, скажу вам так, что по рынку жду рост стратегический. Сейчас мы торгуемся в накоплении. Крупняк пылесосит позиции по рынку акций. Вот. Многие нефтегазовые компании уже дошли до своих ценовых минимумов до уровня ЕМА-200 по недельным графикам. Ну, это фактически по все дно по нефтегазовым акциям. И по многим другим акциям мы в фазу данных княч уже достигли. Сейчас просто в накоплении ходим перед дальнейшим распределением роста цены. Вот. Поэтому жду сегодня большого отката в районе 2,845-2,835 пункта. И жду потом возврат на 2,865-2,870. В общем, среднесрочную позу я держу. Честно скажу, в плане спекуляции пока... Ну, так. На малой волатильности получается выезжать на каких-то идеях. Вчера, например, 6 сделок я сделал. И, как следствие, такой умеренной волатильности пока получается выезжать. Ну, как умеренная. Врать не буду. Маленькая волатильность. Когда волатильность побольше, то это намного лучше. Вот. Удобнее торговать, удобнее работать. Но пока что имеем, то имеем. Повторюсь, акции в ланге держу. Облигации в ланге держу. Среднесрочная. Не парьтесь. Сучусь, как говорится, цели выше. Вон тоже вам наметки сейчас дал. Вот на видео. Распадская. Мечил сургут. Нефтегазы. Цели тоже выше. В общем, господа, еще раз повторюсь, что YouTube в России блокируют по полной программе. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Вот он. Про рынок акций. Про сырьевой рынок. Про облигации. Про банк сеттер. Группа ВКонтакте. И Яндекс.Зен. В принципе, все видеоролики я опубликую на YouTube, во ВКонтакт группу Яндекс.Зен. Поэтому, если будете смотреть видеоролики, смотрите на этих трех ресурсах. YouTube, ВКонтакте, Яндекс.Зен. Текстовые ресурсы я опубликую на нашем телеграм-канале биржи-канал О рынке акций, на которые я вам в первую очередь рекомендую подписаться. Почему я не публикую видеоролики в телеграм-канале? Почему? Потому что там хреновые видеоролики получаются. То есть, качество видео хреновое. Соответственно, эти ресурсы, они в первую очередь текстовые, там, инфографические содержания в себе несут. А видео, пожалуйста, можно смотреть в YouTube, наверное, с VPN, как мне кажется, в ВКонтакт группа и Яндекс.Зен. Ну и, пожалуй, все. Рутюб я вам попозже презентую. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамоты стратегия, наши главные союзники. Все вам доброго, удачи торгов и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok